Свободу уже нужно ждать. Они находятся на левую и правую руку. Открытие выставки. Удачная находка в Помпеях. Приятной вам экскурсии. Это из собрания Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля. Сейчас иду на бесплатную экскурсию. Вот центральный плакат и логотип выставки, который называется «Удачная находка в Помпеях». То есть собрано все, что относится к эпохе античности и из фондов Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля. Центральной скульптурой выставки о античности является вот эта бронзовая скульптура танцующего археолога, которая держит кусочек найденного танцующего фауны. И вот он, этого фауна, движение повторяет. Это скульптура французского художника XIX века. Голова – копия очень красивой римской, итальянской, неаполитанской женщины. То есть это был в те времена, во времена античности, идеал красоты. Бюст Гермеса Олимпийского – работа неизвестного скульптора XIX века. Бюст Ребенка – копия античной скульптуры. А вообще, эта сама работа была сделана немецким художником Кауром Карлом в XIX веке. Оригинальная работа, графическая работа XVIII века итальянского художника Пиранези. Скульптура с императором на бумаге, она 3 метра, а по факту она была 40 метров. Одна, оригинальная, графическая работа Пиранези, тоже с императором, 3 метра высотой – это картина, а по факту в Пампеях вот эта колонна была более 40 метров. Сосуды, которые были найдены при раскопках Пампеи. Сосуды, которые были найдены при раскопках Пампеи. Геммы, то есть это вот капельные брелки в настоящее время, оригинальные геммы, которые были найдены при раскопках Пампеи. Оригинальная работа русского художника Альвара Лагорио, это XIX век, с видами острова Капри. Остров Капри находится в Неаполитанском заливе, то есть недалеко от Визурия. Работа русского художника Боголюбова с видами Визурия, то есть как бы люди смотрят на дымящийся вулкан Визурия. Работа Гавриила Кондратенко с видами Визурия. Всё это XIX век, русский художник. Культура Сократа, такая интересная. Греческая, римская ваза из мрамора. Штины западноевропейских художников XVIII века с видами из Италии. Вот такого вида сосуды были найдены при раскопках в Пампеях. И вот такая посуда была там найдена. Это, соответственно, копии, но копии XIX века. Вот такой была найдена мозаика после раскопок в Пампеях. Мозаика делалась из натуральных камней. Это копия XVIII века итальянского художника. Найдены мозаики. Такая мозаичная работа. Тоже копия XVIII века. Итальянских полов, которые были найдены в Пампеях. Скульптура Прометея. Картина XVII века. Тафна. Итальянского художника Рейни Гвида. Очень ценная работа. Вот одна картина XVII века. Ну, вообще, пожар. Оригинальная графика Пиранези. Это виды подпровода канала озера Альбана, который был в Пампеях. Вставлены тоже графика Пиранези, но уже с видами Рима. Рима.